Добрый вечер! Вы смотрите программу «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Несмотря на продолжающийся в Европе кризис, а может быть даже во многом и благодаря ему, недвижимость все больше занимает место самого надежного способа инвестиций в средства, если, конечно, таковые средства есть. К сожалению, относится это не к нашей недвижимости, а к недвижимости за рубежом. Вот об этом мы сегодня и будем говорить в нашей программе, о том, как приобрести недвижимость в Испании, что это сулит ее владельцу, с какими возможными трудностями он столкнется при оформлении этой сделки. У нас в гостях Ольга Вибер, руководитель восточного направления риэлторской компании «Масса Интернешнл». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Насколько я знаю, ваша компания – это одна из достаточно солидных и с весьма серьезным стажем. Больше 30 лет вы на рынке Европы работаете. Опыт общения с украинскими клиентами, насколько он у вас велик? К сожалению, у нас не очень большой опыт общения с украинским покупателем, но у нас очень большой опыт. Уже 32-й год мы работаем с 1981 года с клиентами из Западной Европы, Скандинавия, Центральная Европа и Северная Европа. К тому же у нас клиенты есть из Южной Африки и Нигерии. И последние 11 лет, с 2001 года, мы работаем в России, в Балтийских странах, в Казахстане, в Польше, в русскоговорящей Германии и русскоговорящем Дубае. Украина, как мы считаем, очень похожа своим менталитетом на другие страны, такие как Россия. И так как у нас есть большой интерес от украинцев, которые приезжают через Россию, по этой причине мы сейчас здесь. И хочу сказать с гордостью, что у нас сейчас есть представительство в Киеве и в Харькове на улице Чернышевского 4, офис номер 3. Скажите, покупка недвижимости, в частности в Испании и в более широком смысле вообще за рубежом, насколько это действительно инвестиция? Потому что можно купить для того, чтобы просто сберечь, скажем, деньги в условиях инфляции, а можно вложить средства с последующим извлечением какой-то прибыли. То есть второй вариант предполагает, что недвижимость дорожает с каждым годом. Вот как ситуация в Испании обстоит, сколько стоит и как дорожает? На данный момент, если вы следите за информацией в СМИ, прошу прощения, Испанию достиг или постиг кризис. Кризис мы начали отмечать где-то в 2009 году. И это означало, что рост на недвижимость закончился, то есть он приостановился на время и даже понизился. Это означает, что сейчас, на данный момент, очень многие клиенты считают, что это выгодно покупать, так как в принципе цены достигли своего дна. То есть сейчас, в 2013 году, у нас уровень цен на недвижимость примерно такой, который был в 2004 году. Это, естественно, выгодно. К тому же нельзя забывать, что инвестиция, инвестицию можно рассматривать с разных сторон. Инвестиция может быть денежная, и инвестиция может быть в лучшее качество жизни. Что это означает? Что я могу проанализировать общий рынок, то есть европейский рынок. Так как первые 22 года мы работали только с клиентами из Западной Европы, а это в основном люди, которые инвестируют в лучшее качество жизни, так как, как вы знаете, в Скандинавии, в Северной Европе климат не очень хороший. И, естественно, люди, когда выходят на пенсию, они хотят провести остаток своей жизни в прекрасном климате, не задумываясь ни о чем, где цены намного ниже, очень хорошее здравоохранение и так далее. Естественно, этот фактор очень важен для нас. Если рассматривать клиента из Восточной Европы, то те факторы, которые важны для западноевропейца, также важны для людей из Восточной Европы. Но здесь еще можно добавить очень важный критерий, как обучение, например. Это очень важно, да. Потому что многие сейчас, к счастью, есть возможность послать своих детей на обучение за границу. У нас очень хорошие школы, университеты, которые находятся не только в середине страны, они тоже расположены на побережье. Это означает, что если родители покупают недвижимость для своего отдыха, например, то дети могут заниматься там по учебной визе. К тому же нельзя забывать, что Испания все-таки входит в европейское сообщество. У нас и придерживается всем правовым критериям европейского сообщества, которые тоже очень важны, у нас очень безопасно. И то, что очень-очень важно, это, конечно, здравоохранение. Это для всех важно. Вот видите, наметился главный признак, который отличает нашего покупателя от западноевропейского. Западноевропейский покупатель, в основном, как я понимаю, это люди старшего возраста, которые себе хотят обеспечить пенсию. У нас это активные молодые люди, которые хотят обеспечить себе лучшее качество жизни. В этой связи есть один принципиальный фактор. Вот как по мне, если бы я вдруг покупал себе недвижимость в Испании, мне было бы принципиально важно, в каком районе Испании. Испания ведь большая. Да, мне было бы принципиально важно, чтобы это был, ну, наверное, курорт все-таки. Вы знаете, мы, в принципе, работаем только в курортах. Но насколько я поняла, что курорт в понимании, как это, в этом смысле слова для вас немного отличается от нашего понимания слова курорт. Курорт для нас это место, где ты можешь жить круглый год, где очень хороший климат. В нашем регионе я могу отметить 320 дней солнечных в году. К тому же Всемирная Организация Здравоохранения уже давно провозгласила этот регион как один из самых благоприятных для здоровья человека. Это тоже очень важно. Вот, поэтому, как бы, в принципе, все побережье это курорт. Но одновременно вы можете работать, вы можете иметь бизнес там, вы можете иметь ваших детей рядом, которые занимаются в университетах, в школах и так далее. Я забыла один важный момент, который очень важен для людей из Восточной Европы и Азии. Это то, что тот факт того, что человек владеет недвижимостью на территории Испании, дает ему возможность получения мультивизы на 180 дней пребывания в году. И это, конечно, способствует в дальнейшем получению вида на жительство. Потому что я хочу отметить с радостью, что сейчас уже не только молодежь, активная молодежь, например, из России, из Прибалтики покупает недвижимости у нас, а также люди более зрелого возраста. То есть я бы сказала, что сейчас уже покупатель из Восточной Европы начинает быть похож на покупателя из Западной Европы, что касается возрастного возраста. Вот, поэтому это, конечно, очень приятно, что у нас люди не только молодые, но и вот за 40, за 50 лет, вот самый старший клиент у меня 77 лет из России. Скажите, Ольга, я хотел переспросить, когда вы говорили, вот этот регион, это сплошной курорт, как называется регион? Мы занимаемся недвижимостью в четырех регионах, которые называются Коста Бланка Север, Коста Бланка Юг, Коста Калида и Коста Альмерия. И заходим немного в Коста Даль Сауль. То есть это, в принципе, территория, которая, можно сказать, примерно продолжительность 800 километров. Это Атлантическое побережье или это Средиземноморье? Нет, это только Средиземноморье, и мы концентрируемся только в том регионе, где очень хороший климат. Вот это очень-очень важно для нас. То, что вы говорили о ценах, цены упали, достигли своего дна, и выгодно сейчас совершать покупки тем людям, у которых есть деньги, и чем-то похоже на то, что происходило у нас в Украине в 2008 году. Тогда у кого было на руках наличная готовая сумма, тогда, конечно, был самый замечательный час, время для покупки недвижимости. Но, к сожалению, сейчас, наверное, не у всех есть готовая сумма, которая достаточна для того, чтобы сразу заплатить за недвижимость, будь то в Украине или в Испании. Возможно ли приобретение недвижимости в кредит, в рассрочку или какими-то другими путями по частям, не сразу? Конечно. Я должна отметить, что Испания одна из самых демократических стран в Европе, что касается покупки недвижимости людьми из-за границы, которые не являются резидентами Испании. Это далеко не во всех странах Европы вы можете получить такой шанс. Испанские власти дают возможность иностранному покупателю получить кредит. Для этого необходимо доказать свою платежеспособность. И, в принципе, все банки дают кредиты примерно на 50-60% от оценочной стоимости и между 4,5 и 5,5% годовых. Это достаточно низкие кредиты. Это очень низкие кредиты. Это европейские стандарты, если можно сказать. Поэтому, конечно, людям из Восточной Европы, которые не привыкли к таким низким ставкам, очень выгодно брать кредиты. Если говорить о недвижимости, то что это за недвижимость? Та, которая строится, та, которая уже готова к эксплуатации или это то, что называется вторичный рынок? И если можно сразу, порядки цен, чтобы наши зрители ориентировались? Мы занимаемся всеми типами недвижимости. А что это означает? У нас есть недвижимости, которые мы называем недвижимости с нулевого цикла. То есть это и принципе, прошу прощения, в принципе, недвижимости, которые не существуют, а существуют только как проект. Вот на данный момент у нас есть довольно много проектов, которые будут готовы уже, которые будут готовы в 2015 году, но они уже проданы. То есть полностью весь кондоминиум продан, но будет готов в 2015 году. Потом есть некоторые типы недвижимости, а это может быть апартаменты, бунгало, таунхаус, виллы, абсолютно все, что есть в строительстве. Но уже может быть, прошу прощения, может быть в более завершенном виде. Есть тоже некоторые недвижимости, которые уже готовы, но юридически принадлежат еще строительные компании, они относятся к новому жилью. И, конечно, последний тип недвижимости, это вторичка. Цены на недвижимость варьируют в зависимости от местоположения и типа жилья. И можно сказать, что это где-то на самом деле от 800 евро за квадратный метр и может быть до 2-3 тысячи и больше. Ну, сопоставимо, по крайней мере, с киевскими ценами. Я уже не говорю про московский, да? Да, конечно. Намного все-таки дороже. Есть ли какие-то особенности законодательного характера, процессуального характера? Вот что должен знать украинский гражданин, когда захочет приобрести недвижимость в Испании и обратиться к вам? К чему он должен быть готов? Какие документы, какие особенности? В принципе, все зависит от того, хочет ли он купить недвижимость с кредитом или без кредита. Это мы уже информируем на месте или здесь через наших представителей, какие документы необходимы. Но на самом деле, если клиент приезжает к нам, у нас есть специальная структура, по которой мы работаем. То есть, которая уже функционирует 32 года, и мы не хотим ее менять, так как она очень хорошая. Клиент встречает, или первая встреча с Mass International происходит здесь на месте, то есть в стране, где проживает клиент. Это встреча с нашим представителем. Здесь он получает абсолютно бесплатные консультации. Мы делаем подборку, или наши представители делают подборку с помощью представителей в главном офисе в Испании. И оформляется, если необходимо, приглашение. Мы помогаем с оформлением визы. И человек приезжает к нам на знакомительную поездку. У нас два отеля своих, которые Mass International владеет, где мы расселяем наших потенциальных клиентов. Ознакомительная поездка длится 4 дня. Туда входит проживание, еда и просмотр недвижимости. И, естественно, абсолютно весь пакет документов, которые необходимы, мы информируем уже на месте. Процесс покупки начинается от встречи здесь и заканчивается, в принципе, подписанием купчей у нотариуса. Все, абсолютно каждый шаг. Мы, в принципе, ведем клиента за ручку. Ну что же, очень интересно. Спасибо, что сегодня были гости нашей студии. Надеюсь, что наш разговор был не только познавательным, но и познавательным с практической стороны, что он заинтересует наших телезрителей. Я еще раз благодарю за то, что сегодня были у нас в гостях. И вам спасибо за то, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»